Эфир на БУК-ТВ продолжает информационный блог в студии Виктория Нечаева. Здравствуйте! 78 лет прошло с начала войны, но и спустя десятилетия мы скорбим обо всех погибших и помним о них. Для памяти и скорби нет временных промежутков, и поэтому в течение многих лет, 22 июня, тысячи людей приходят склонить головы перед памятью воинов 40-х, погибших и вечно живущих в памяти народной. Поклониться ныне живущим солдатам Победы приходят в Брестскую крепость, защитники которой первыми приняли удар фашистских оккупантов. Смотрите телеверсию масштабных мероприятий, подготовленных в городе Бресте ко Дню памяти и скорби. Марш реконструкторов словно машина времени окунул современный Брест в годы войны. Сегодняшнее поколение четким шагом, как и 78 лет назад, идет навстречу будущему. Участники отмечают, состоявшийся военный марш – это не показательное выступление на публику, это парад напоминания того рокового дня, который предвестил кардинальную перемену жизни людей великой страны, объединившихся и вставших на защиту своей родины. Марш реконструкторов – это настоящее военно-патриотическое действие, которое объединило сотни участников. Строевым шагом в колонии они проходят по главным улицам областного центра, а также заставляют как барещан, так и гостей нашего города в прямом смысле перенестись на десятки лет назад. Участникам удалось воссоздать ту картину времени, о которой сегодня написано лишь в учебниках истории. Это памятное действие – неизменная часть, своеобразный ритуал, который дает старт грандиозному мероприятию, посвященному Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. География участников широка. В Брест приехали представители военно-патриотических клубов из Белоруссии и России, Украины и Казахстана, Китая и Латвии, Эстонии, Польши и других уголков мира. 250 человек в сопровождении оркестра Брестской военной комендатуры приняли участие в большом и знаменательном действии. 20 с лишним лет служил в воздушно-десантных войсках, всегда участвовал. И у меня отец воевал, очень много рассказывал о войне, очень рассказывал и страшного, и хорошего, и разного, такого человеческого, жизненного. Ну и поэтому как не участвовать? Вот отдел формы, так как был отец, так и я. Просто не прийти сегодня, не одеть форму, ну, было бы неправильно. Участвуем в реконструкции не ради чего-то, не ради денег, нам никто ничего не платит. Мы сами покупаем себе форму, мы сами устраиваем мероприятия, мы сами тратим на все это деньги. Мы делаем это ради памяти. Один из таких моментов реконструкции – это погружение в эпоху. Это не просто мы одеваем, мы ходим и там где-то побегаем, постреляем. Это погружение в эпоху, то есть все вещи должны быть аутентичные. В девятый год мы проводим наш военно-исторический слет, реконструкцию 22-го, Брестская крепость, и с каждым годом интерес у людей возрастает. Я хочу сказать, что эти мероприятия позволяют нам сохранять нашу историю, правду о исторических событиях, проходивших на нашей земле. Год у нас этот юбилейный, 75 лет освобождения Беларуси, и нам очень приятно, что наше мероприятие, оно с каждым годом повышается уровень. Мы привлекаем технику, привлекаем… Ребята готовятся целый год, восстанавливают быт, униформу. 21 июня 1941. Жизнь в Бресте в буквальном смысле кипела. Пешеходное советское выходное – развлекательная площадка для гуляний, весельев и танцев под открытым небом. А потому тематический дух того времени чувствовался во всех военно-патриотических зонах, которые таили в себе историю тех теплых июньских дней. Жизнь шла своим чередом, жители были уверены. Впереди много нового, интересного и неизведанного. Сегодня в Бресте многолюдно и очень спокойно, как и когда-то, 78 лет назад. Красноармейцы не спеша прогуливаются по улице, барышни демонстрируют свои модные винтажные платья. Дети играются, шумят, доносится музыка из патефона. Кажется, ничего не предвещает войны. Аутентичная фотозона, выставка довоенной техники, праздничный концерт, торговые объекты. Особый антураж привнесли действующие экспозиции. В каждом уголке те фрагменты истории, которых важно знать, помнить и ценить современникам. Благодаря таким интерактивным площадкам была возможность почувствовать весь колорит того выходного дня. Все, как тогда, много лет назад. Каждый год мы пытаемся как-то усовершенствовать или улучшить. Интерес у людей, конечно, есть. Большое, в общем-то, что мне нравится, то некоторые мамы, некоторые, правда, объясняют детям, что вот это патефон. Он играет иголочкой, проигрывает. Вот это альбом для фотографий. Познают, как мы жили и как жили наши родители и детки. Последний мирный день для меня это, в первую очередь, память. Память, как люди жили в то время и как они проживали этот последний мирный день. Потому что сегодня мы ходим все красиво, а завтра утром нас всех убьют. Главное, чтобы помнили дети. Помнили то поколение, которое не общалось с нашими дедами, которые непосредственно участвовали во всем этом. Которые вот бабушка как рассказывала мне, как начиналась война. Нам это говорили первоисточники, те люди, которые видели, а дети наши не знают. Люди с улыбкой смотрят на то, что кто-то это делает, в конце концов. В какой-то степени это чуть-чуть театр, но это добрый театр. Это наша история, от которой мы никуда не денемся. Плохая она или хорошая. Время перелистывать страницы истории. Сегодня они не имеют трагического оттенка. Жизнь стремительно идет вперед. Многолетний вместе с тем молодой и современный Брест развивается. Не отстают и другие города области. Но берестейцы от мала до велика чтут память, а значит знают своих героев. А в это время в армейском клубе в атмосфере, в осуществленной реставраторами с точностью до мелочей, в считанные секунды начнется постановка Брестского академического театра «Пойти и не вернуться» по повести Василия Быкова. Алексей Щербаков и Татьяна Басилькова рассыграют на сцене силы и слабости человеческого характера в суровые годы войны. Прохлада армейского клуба. Полная тишина в зале. Зрители, затаив дыхание, наблюдают за двумя фигурами на сцене. Мужчина и женщина. Он и она. Минимум декораций, но воображение рисует зимние картины. «Кажется, что всей кожей ощущаешь нарастающий мороз зимнего вечера и холод в ногах от мокрой юбки и ботинок зоськи, убегающей в испоги и провалившейся в болото». В каждом диалоге героев, говорит Быков, его взгляд на ситуацию и желание показать войну совсем другой. Это не событие, это сложившиеся обстоятельства. Окружение героев, действительность, но не запрет на жизнь, на любовь, на выбор человека. В четыре дня из жизни, описанных автором в повести, герои переживают столько чувств и эмоций, что при других обстоятельствах на них не хватило бы и всей жизни. Герои, несмотря на то, что каждый идет по своему заданию, каждый старается выполнить свое задание. То ли это задание командования, то ли то задание, которое я сам себе дал, «Но война все равно остается как пространство, потому что идет бой внутри. Внутри люди в четыре дня проходят путь, который мы иногда проходим всю жизнь. Они за четыре дня полюбили и возненавидели друг друга. Им нет места на земле». Нет места на земле, но остается место подвигу. Личному выбору, который для многих из нас – это нерешаемая дилемма, личное счастье или долг чести. Хрупкая, слабая девушка принимает сложный выбор и остается незыблемым героем на века. «Нет у нас семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть. Это те эмоции, которые в данную минуту чувствует каждый из присутствующих на мероприятии». Они снова пришли, пришли единым строем боевого расчета с молодыми курсантами выполнять боевую задачу. Павшие герои – к живым потомкам. С пожелтевших снимков смотрели глаза всех 53 командиров и солдат, первыми вставших на защиту Родины и склонивших головы в первом бою за родную землю. От героев былых времен Не осталось порой имен Те, кто приняли смертный... Молодые бойцы, так и не узнавшие мирного счастья, не встретившие великую победу, в эти минуты были со всеми, кто пришел почтить их память к скульптурной композиции героям границы. Герои обороны первых часов войны – это пример доблести и чести, чей подвиг ничем не измерить. Безусловно, это очень важное мероприятие, очень важная дата для нас. 78 лет назад в этом месте погибли наши герои-пограничники. И сегодня, обучая и воспитывая курсантов, мы в первую очередь опираемся на их патриотическое воспитание и о том, чтобы они помнили сегодня тот подвиг, который совершили наши предшественники здесь, на этом месте. Я в гордости за своих дедов-прадедов, которые воевали на фронтах войны, а в частности, были пограничниками, которые в первые дни войны защищали нашу с вами родину. Я хочу пойти по их стопам, тем самым защитя наш народ в непредвиденной ситуации. 53 имени и звания, ставших историей, вновь прозвучали на торжественном митинге памяти. Вновь в мирное небо Бреста разлетелись имена героев, прославляя их подвиг в веках. Следом за акцией «Боевой расчет» еще одно зрелищное мероприятие подхватило ленту памяти. У монумента «Жажда» развернулась полномасштабная реконструкция последнего мирного вечера на границе. Теплый июньский вечер, пение птиц и запах травы. Они идут на охрану рубежей своей родины. На границе тревожная тишина, которую через несколько часов разорвут взрывы артиллерийских орудий. Но пока они идут, растворяясь в закате. И еще никто не знает, что назад они не вернутся. Постановка последнего мирного вечера, когда солдаты вышли в свой последний дозор, демонстрировала зрителям имитацию ситуации на небольшой заставе. Уклад жизни сельчан, распорядок дня офицеров и солдат и коварное нападение немецко-фашистских солдат, разрушивших привычные будни наших людей на долгие четыре года. Задействованные в постановке актеры играли судьбы обычных людей, приводя зрителя в тревожное оцепенение от разворачивающегося тогда ужаса. Взрывы снарядов и запах дыма переносили всех смотрящих в атмосферу событий, заставляя пережить боль, потерь и страх перед будущим. 22 июня 1941 года для более чем 200 миллионов граждан бывшего Советского Союза должен был стать обычным выходным днем. Ложась спать, люди строили план на выходные, обсуждали поездки и покупки. Никто не мог предположить, что все это может прервать страшная война, которая продлится 1418 дней и ночей. Барбаканы, казематы и казармы крепости сегодня хранят глухую тишину, от ощущения которой на глазах наворачиваются слезы. Сегодня сама цитадель скорбит по всем тем, кто когда-то более 70 лет назад здесь простился с жизнью, чтобы после на большой мирной земле жили новые поколения. Трагедия, ужас и тихо, покойтесь с миром, пронесут все те, кто сегодня называют себя потомками воинов-победителей. Прямо с утра, вот мурашки, не знаю, такое предчувствие чего-то такого торжественного, великого, необыкновенного. Мы ехали, представляете, полторы тысячи километров, это счастье, что мы здесь. А что для вас сегодня значит участие в этом митинге? Ну, это значит, что мы, у нас, наверное, получится присоединиться вот к этой толпе людей. Вы видите, 90% это молодежь. Для нас это очень удивительно. Честно, мы думали, что будут бабушки, дедушки, ну, или люди там моего возраста. А здесь в основном, конечно, молодежь. Я так рада, я так счастлива, что я здесь сегодня. Тысячи людей не спят, чтобы в ночь с 21 на 22 июня прийти в священную цитадель над Бугом и стать участником митинга реквиема. Сегодня, впрочем, как и всегда, сюда приехали из самых разных уголков мира. На плитах мемориала сотни зажженных красных лампадок. В руках людей черно-белые портреты, а в глазах слезы. Мы преодолели тысячи километров для того, чтобы сегодня на священной земле цитадели над Бугом вспомнить об одной из самых трагичных страниц в истории советского народа. Расскажите, пожалуйста, сейчас в эти минуты, какие эмоции испытываете? На самом деле, мы действительно приехали сюда специально для того, чтобы увидеть Брестскую крепость. Потому что в рамках нашего пресс-тура он был придуман, «Рика и победа, подвиг народов», наш пресс-тул был придуман именно для этого. Для того, чтобы совместно российско-казахстанской группой журналистов приехать сюда и оказаться в этот вот день скорби и памяти у стен Брестской крепости вместе, которая впитала максимальное количество этих эмоций. Приехали из дальних краев, чтобы увидеть Брестскую крепость, где гиреизм и отвага советского народа проявила себя в наившей степени. Прикоснуться к части этой истории, действительно окунуться эмоционально в все эти события. Хоть и мы знаем про войну по наслышке, но именно такие мероприятия дают понять и прочувствовать ту трагичность тех событий. И что нам остается делать молодому поколению? Помнить то, что нельзя повторить ужасы войны, то, что нужно сохранить мир, действительно жить так, как хотели наши деды, как хотели наши прадеды. Когда потомки героев Великой Отечественной войны бывшего Советского Союза объединяются в одно время, в одном месте, о чем это говорит в первую очередь? Во-первых, о этом говорит, что история Великой Отечественной войны в памяти всех народов, проживающих в то время на территории Советского Союза, она незыблема. Очень важно в этом время, в этом месте находиться и еще раз вспомнить о том, что именно в Брестской крепости она в первую очередь приняла на себя удар фашистов. Сегодня не акция. Беларусь помнит, но такое ощущение, что в Брестской крепости люди из самых разных точек Беларуси, очень много, сотни людей. сейчас находятся здесь. Расскажите, для чего вы именно пришли и о чем свидетельствует вот такое количество людей присутствующих? Ну, наверное, потому что люди помнят вот эту боль, ужас весь пережитый и каждый раз, каждый год приходят, чтобы вспомнить, чтобы наши дети это почувствовали, увидели. Для того и я пришла, и дочку привела свою, чтобы она знала, чтобы люди не совершали ошибок, чтобы больше не было такого ужаса у нас. Ни сотни, ни тысячи километров, не расстояние для тех, кто помнит, какой ценой досталась советскому народу эта победа. Сегодня четыре поколения здесь. Войны-испободители, их дети, внуки и правнуки склоняют головы у могил погибших солдат, чьи жизнь оборвала война. И повторяют, мы помним. Надо было воевать, не смотреть на, останусь я или не останусь, а надо было разграбить немецко-фашистских западчиков. Спасибо вам за это. Конечно, никакая боль не сравнима с той, что живет в сердцах этих седовласых героев. И каждое памятное мероприятие добавляет в сединовых висках. Ашамелины были первым днем этой войны. Мы понимали, что возможна война, но что она так рано началась, мы этого не... Мы были еще пацанами. И вдруг война. И надо было себя готовить к этой войне. И мы готовили. Великая радость за то, что я еще живой. Мне 93 года, а я живой. Ну, видимо, и я вложил какую-то маленькую звуку в эту победу. Город мирно спал. Спокойно спали бойцы Брестской крепости. Спала земля. Последние минуты мирной жизни реконструируют на площади перед вечным огнем актеры. Кажется, ничто не может разорвать эту милую суету вечернего города. Как вдруг из разных сторон слышатся разрывы снарядов и бомб. Мирный город теперь разрушенный город. А вместо музыки здесь слышны плач и стоны тех, кто стал невольным участником той кровопролитной войны. Одно большое горе объединило тысячи людей. Да, многим из них не было суждено увидеть жизнь в новом цвете, но они знали, за что сражались. Героями не рождаются. И нет на свете людей, лишенных чувства страха. Героизм – это воля, побеждающая в себе страх, оказавшаяся сильнее опасности и смерти. Эти вечные слова писателя Сергея Смирнова об Рестской крепости многое объясняют тем, кто о войне знает лишь из книг. Мощь человеческой сущности оказалась сильнее бомбежек и обстрелов. Каждую минуту сражаться, ни на секунду не поддаваться слабости. Сжимать в исхудалых, дрожащих руках автомат и последнюю воду тратить на оружие, а не на себя. Так мог только советский солдат. Горели села, когда погибали люди, защищая свое Отечество, свою Родину, избавляя все мировое сообщество от страшной фашистской чумы. Страшная цена заплачена за Великую Победу, но именно благодаря советскому солдату мы сегодня живем в мирной стране. Мы сегодня чтим свою историю, мы знаем свою историю. И уроки ее свято говорят о том, что никогда нельзя допустить кровопролитие. Имеем ли мы право забывать, что стоили нам мир и свобода? Разве не было бы такое забвение предательством перед памятью павших воинов, перед горем безутешных матерей, одиноких вдов, отиротевших детей? Вопрос все того же писателя, историка Сергея Смирнова не требует ответа. Сотни покалеченных судеб, тысячи воинов, сложивших свои головы за Родину. Все это объединило людей из разных уголков Советского Союза. И сегодня память – это тесная связь между нами. Я, во-первых, конечно, большую благодарность испытываю к вам, к белорусам, что вы сохранили память. Потому что после вот этих вот, так сказать, такой истории, когда наша общая Родина, Советский Союз, распался, не во всякой республике смогли сохранить такую вот память. За это вам большое спасибо и поклон. Каждый раз, когда спрашивают, откуда вы, и узнают из Бреста первая ассоциация обрещанина – это все-таки Великая Отечественная война. Всегда спрашивают, как крепость, какие мероприятия. Поэтому мы, Брещане, всегда ассоциируемся именно с символом героизма, с символом победы. И те мероприятия, которые проходят и 22-го и 9-го мая, и в День освобождения, они всегда проходят на очень высоком уровне, потому что это идет от сердца. Сегодня процветающий, успешно развивающийся Брест – это итог этой победы. И наша задача – делать наш город еще ярче, город более развитый, потому что процветающий Брест – это лучшая память о тех героях, которые пали в годы войны. Тысячелетний Брест – это история нашего города, это история, в том числе, и Великой Отечественной войны. Город развивается, город движется вперед, и в год тысячелетия мероприятием, связанным с уиковечением в памяти года войны, мы придаем не меньшее, а даже большее значение. Рассветы 22-го июня 1941-го. Эта дата внесла существенные коррективы в планы семей, в людские судьбы и жизнь страны. День, когда мир стал другим и уже, пожалуй, никогда не станет прежним. 78 лет назад и здесь, на территории Брестской крепости под шпальным огнем врага, началась Великая Отечественная война. Солнце едва взошло, счастье спокойного летнего утра и его безмятежную тишину нарушила бомбежка. Каждый год на рассвете 22-го июня на Кобринском укреплении Брестской крепости история оживает. Это именно тот случай, когда режиссерская работа и игра реконструкторов не кажутся постановкой. 500 реконструкторов из 10 стран России, Украины, Казахстана, Китая, Польши, Латвии и других уголков мира приехали, чтобы воссоздать эпизоды обороны. Трагические события 78-летней давности воссозданы до деталей. Вероломная немецкая атака, обстрелы, безжалостный обрыв мирной жизни, яростное противостояние солдат Красной Армии. Один из самых душераздирающих моментов реконструкции взятия в плен мирных жителей, жены, детей, комсостава. Все это происходит между лежащих осколков снарядов, бомб, пуль и человеческих тел. В эти минуты вид крепости страшит. Она окутана дымом, сквозь который то в одном, то в другом месте появляются огненные языки от взрывов. Земля дрожит и создается такое впечатление, что ни один человек не будет целым из этого бомбежки. Взрывы, выстрелы, повсюду запах пороха. В постановке используют пиротехнические изделия, раритетное оружие, историческую боевую технику. К этому событию реконструкторы готовятся месяцами, ведь все должно выглядеть в точности, как 78 лет назад. Сердце разрывается, еще кричат, Ванечка вставай, Ванечка убитый, слезы прямо текут. Для вас вообще события войны, насколько они в этом году и в этом году связаны? Так же немцы пришли, так же в доме жили, выселили нас, выгнали и дом сожгли. Так что мы остались с мамой вдвоем. Ну слава богу, вот вышли. Это было настолько живо, что они пропустили это через себя и вот как бы полностью вжились в роль. И я бы хотела просто поблагодарить организаторов и весь актерский состав, который здесь выступал. Когда вот по Брестской крепости хожу, как-то не ощущаю того, что происходило, но вот сегодняшний день как-то перевернуло на самом деле у меня сознание, понимание. Нет, не кирпичик. Фундамент победы советские солдаты заложили в самый первый день войны. Здесь, на территории Брестской крепости, герои, от многих сегодня не осталось даже имен. Первыми встретили врага. Это был месяц голода не только физиологического, снарядного и ружейного. Но крепость стояла. Сейчас, да, находясь на священной земле, возможно играть? Мне кажется, невозможно. Да, это... Ну, здесь такая энергетика и такая атмосфера, что, ну, сам проникаешься этим духом. И как бы такое впечатление создается, что ты действительно не играешь, а действительно участвуешь в этом и переживаешь все это. Как переживали те, которые нас защищали, которые подарили нам свободу. И, ну, меня эмоции переполняют, мне, честно говоря, тяжело сейчас говорить. Реконструкция, мне кажется, в первую очередь дает возможность всем окружающим понять, что нет сегодня ничего важнее, чем мирное небо над головой. Да, вы совершенно правы, потому что, ну, лично для реконструкторов это, как бы, возможность, хоть малую часть, но прочувствовать то, что прошли наши предки, ощутить на себе это. И показать, в первую очередь, нынешнему поколению, молодежи, как это было, и передать эту память. Каждый раз, когда на Брестской земле это происходит, каждый раз, прям до дрожи, прочувствуешь это, особенно, когда выходит живой щит. То есть, когда сестры, жены выходят, и, ну, вынуждены, защитники Брестской крепости были вынуждены их отправить в плен. Оглушительные выстрелы, взрывы и накал эмоций сегодня у всех явно зашкаливает. Вот все, что описывают в хрониках и в учебниках истории, вы испытываете на себе лично. Для чего сегодня это нужно делать? Скажите, пожалуйста. Ну, для того, чтобы молодежь поняла, как тяжело было нашим отцам, прадедам, дедам отстаивать нашу страну. Все тяготы начала Великой Отечественной войны, когда люди гибли, чувствуешь себя в том периоде, в 41-м году, в июне месяце. Я знаю, что это не первая Ваша реконструкция, но мне кажется, что постоянно они проходят абсолютно по-разному. Да, совершенно верно. Случаи все разные. В прошлой конструкции я был стрелком, стрелок линейки бегал, а сегодня мне выбрала честь прокрывать отход наших войск в казармы, где я был ранен и впоследствии убит. Это тоже накал таких эмоций, когда проживаешь эту жизнь, жизнь простого солдата. Пока жива реконструкция, жива память, а наши живые мы. Рассвет 22 июня 1941. Эта дата внесла существенные коррективы в планы семьи, людские судьбы, жизнь страны, но не сломила народ и его дух. Конечно, сегодня по-прежнему где-то болит, но пережить боль помогает надежда, что мы будем жить под чистым и мирным небом, что на земле не будет боевых машин, а в небе грозных истребителей. Этот материал завершает специальный выпуск программы «Бугинформ», посвященной 78-летию начала Великой Отечественной войны. Все дальше уходят в историю ее сражения, и герои все меньше остается людей, которые прошли через ужасы и потрясения одной большой войны, которые были ее участниками и живыми свидетелями. Но белорусский народ всегда будет помнить о тех, кто отдал свои жизни за нашу мирную жизнь. В студии работала Виктория Нечаева. До свидания. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова